Всем привет! Рубрика «Личный опыт» на связи с Денисом Шаповалов. В этой рубрике я делюсь какими-то своими личными лайфхаками, которые основаны на той полезной и важной информации, которую я делюсь с вами на семинарах, на консультациях, на своих. Сегодня хотелось бы поговорить о родительской поддержке. И хочу рассказать, как я даю поддержку своему сыну. Делаю это не один, конечно же, делаем мы это вместе с женой по предварительной договоренности. Мы такие вещи обсуждаем, чтобы держаться, так сказать, вместе одной центральной линией главной. И поддержка иногда бывает дается родителям непросто. В моем случае у меня недавно произошло приятное событие, и нам поддержка давалась просто, потому что это приятное событие было, таким, ну, можно сказать, красивым событием. Я думаю, что у любого родителя, если бы ребенок увлекся писательством, так как мой сын увлекся писательством, вот ему 9 лет, и он прочел свое первое произведение на литературных чтениях в библиотеке Толстого в Харькове среди множества взрослых писателей. Он был один ребенок, его пригласили в качестве эксперимента, и этот эксперимент понравился всем. Вот. В этом плане, конечно, поддержку давать легко, потому что дело это здоровское. Случилось это с небольшим разрывом. Я опубликовал свою книгу, ссылка будет под видео, а сын прочитал первое свое произведение, которое увидели взрослые писатели, помимо обычных людей, которые там были. И, конечно, это здорово. Здесь поддержку давать легко, все радуются. Вот. Но подводный камень здесь может быть в том, что ребенок через какое-то время просто скажет, ну, все, мне это неинтересно, буду чем-то другим увлекаться. А мы уже вроде бы разогнались. Мы уже вроде бы там похвастались в соцсетях, что вот наш сын выступает, читает, выложили видео, выложили там фото. Вот. Подарили в связи с этим ему печатную машинку, такую портативную, интересную, такую раритетную. Он очень сильно обрадовался сразу на новой печатной машинке, сразу она его вдохновила и начал писать новое произведение. Но это может все быстро закончиться. 9 лет, парни. А может быть увлечение такое, которое будет на вид не сильно привлекательное. Потому что когда твой ребенок пишет, этим прям гордиться хочется. А у меня был случай такой, что ко мне пришел на консенсацию парень, причем это не родители его привели, это он пришел сам. И у него увлечение было опасное. Ну, для вас, кто сейчас смотрит это видео, возможно, вы скажете, та, тоже мне нашел опасное увлечение. Парень увлекался видеоблогерством. Он вел свой блог, он что-то комментировал, что-то конкретное. Вот я сейчас уже не вспомню, что это давно было. И он это комментировал на английском языке. И тут вам может тоже показаться странно. Да елки-палки. Ну, мало того, что блогерство сейчас популярно. Че там опасного вроде как, да? Вот. Ну, и же это что-то было приличное такое, не из ряда вон выходящее. Так плюс он еще и комментирует на английском языке. Ну, где ж тут опасности? То есть прокачивает свой навык. Видимо, ему там пишут комментарии на английском языке. Он на них как-то отвечает. Да, да. Но фишка в том, что родители этого парня, они, ну, это немножко, ну, не мое поколение. Вот. Они постарше. И они видят это, расценивают это, ну, практически как ребенок, ну, скатился и стал наркоманом. Вот. И если посмотреть на историю этого парня, ну, который он там на консультации изложил, то история очень состоит из таких вот непростых частей. Первая история. Он увлекся этим и понял, что то высшее образование, куда ему помогли устроиться родители, не подходит и бросил. Вторая история. Долго не мог признаться, что бросил и не мог признаться, что увлекается вот этим вот блогом, который ведет, да? И следующая история. У него пошли уже изменения в теле касательно вот этого вот вранья и такой двойную жизнь он почувствовал, что он ведет. Вот. Изменения были такого плана. Он, когда разговаривал, было такое ощущение, что он как будто, ну, вот на последней стане, вот чуть-чуть он уже излечится от заикания. Вот. Еще так остаточки есть, но уже так они редко встречаются. И вот такая вот сбивчивость в голосе, вот такие вот сложности в донесении своей мысли, ускоренная речь. Мне, допустим, когда он ко мне пришел, казалось, что он заплачет. Вот такие моменты в некоторых местах. А вот у него, он говорит, что я раньше разговаривал нормально, мне тоже все друзья заметили, что я стал так общаться. Вот. Поэтому, что получается? Получается, что наши дети могут увлекаться очень разными направлениями. Порой они интересные. Да, вот как у моего сына. Ну, вот писатель, сам увлекся, пишет. Да, это здорово, это интересно. Порой это то, что требует некого такого родительского мозгового штурма. Для чего? Потому что ребенок увлекся блогерством, а родителям не сразу понятно, в чем там польза. И хочется, конечно же, прежде всего, ребенка уберечь от этого блогерства. Не надо туда лезть, не суйся. Это опасно. Это ерунда. Ну, тем родителям того мальчика, который, да, ко мне на консультацию приходил. И в этом отношении увидеть им сложно, что же там полезного. Вот этот мозговый штурм, он может помочь. Вот. Ведь если так разобраться, то там действительно есть много очень интересных таких вот граней. что еще важно понимать? Важно понимать, что увлечение детей не всегда перерастут в профессию. Это не всегда будет делом жизни. Но на периоде увлеченности сформируются новые нейронные связи. Получится какой-то опыт, который в дальнейшем может быть использован. Я вот никогда не забуду, как я в детстве игрался за компьютером графическими редакторами. Вот помню, Photoshop мне так нравилось клацать, то, что называется. По-другому назвать нельзя. И такая программа есть еще Corel. Она используется дизайнерами в графическом дизайне, в дизайне полиграфическом тоже. Я вот в этом Corel и в Photoshop просто клацал очень долго. Совершенно бесполезно, без толку. Ну и сейчас невероятно важен этот навык. Потому что в каких-то мелких моментах какой-то дизайн обложки, какая-то редакция фотографий для работы даже. Не по моему увлечению фотографии, а по каким-то рабочим моментам делается с легкостью. И на раз. То есть мое такое умение делать вот чего-то там в графическом дизайне без помощи, оно прям вот медленно-медленно-медленно росло в таком фоновом, так сказать, режиме. И вот в результате мне там не составляет труда на сайт сделать какие-то обложки и быстро тем самым быть опубликованным. Создал мероприятие, потребовали тебя в определенном формате, ты быстренько сделал, тослал все, раз-раз. Дело буквально там полдня и у тебя уже, и ты уже все в порядке. Это, ну это мне помогает очень. Вот. Поэтому наша родительская поддержка, когда мы ее даем, она несет не только ребенку некий такой покой, да, что родители не бузят касательно того, что я так чем-то занимаюсь. Наша родительская поддержка, она создает мощнейший фундамент, опираясь на который, на который ребенок может сделать следующие выводы. Чем бы я не увлекся, что бы я не начал пробовать, у меня всегда есть мощный тыл, который меня по крайней мере поддержит, ну поможет, может, там не всегда получится, а поможет, по крайней мере поддержит морально, что очень важно. И соответственно, если у меня не будет этот мой фон в качестве родителей сильно критиковать, то я смогу прислушаться к себе, выбирая то или иное, очередное, так сказать, новое увлечение. Опираться смогу больше на себя. Другой вариант. Если родители для меня будут желать лучшей судьбы и пристроить меня куда-то, где хорошо, где деньги платят, то я буду соответствовать, стараться, ну я, может, буду сопротивляться, да, но в результате я пойму, что там мне нигде не дадут поддержки, а вот тут, где предлагают, они дадут. В результате я вынужден буду согласиться на вот то, что мне предлагают, тем самым я буду лишен возможности прислушаться к себе и выбрать по своему, так сказать, внутреннему какому-то порыву дело. И такое сейчас время, что существует масса примеров, когда люди шли, что называется, против хайпа и делали то, что не является совершенно таким популярным, интересным направлением, а извлекали оттуда пользу, как будто бы это какое-то популярное направление, которое обеспечивает финансовую финансовую независимость. Поэтому резюме такое, давайте поддержку, если сложно, хотя бы давайте ее морально, если получается, давайте ее и материально в начинаниях вашего ребенка. И если вам не получается, если у вас не получается понять то, чем занимается ваш ребенок, просто не можете это оценить как что-то позитивное, то опирайтесь тогда на мозговой штурм и на мнение, которое есть в сети касательно этого направления и пытайтесь все-таки увидеть там что-то хорошее, потому что хорошее можно найти всегда. Всем пока, до связи, надеюсь, было полезно. субтитры создавал DimaTorzok